Прежде чем мы перейдем к следующей теме, ее обсуждение, я хотел бы представить человека, который представляет здесь Индийское космическое управление. Мы очень рады, что он приехал и примет участие, хотя ему, к сожалению, в последний момент утвердили визу, но тем не менее он успел и подоспел, кстати, потому что сегодня ему предстоит выступать перед нами. Следующий круглый стол будет посвящен, вернее, я прочитаю название темы «Женщины в космосе. Уникальные аспекты конструкторских разработок и особенностей работы». Хочу представить модератора Бонни Донбар, астронавт, который неоднократно летал на шаттле и на станции успел побывать тоже. До того, как она заняла ту должность, которую сейчас занимает в Хьюстонском университете, она была президентом и генеральным директором музея воздухоплавания в Сиэтле, штат Вашингтон. И ей удалось организовать там программу по связям с общественностью и очень как бы сильно поднять это направление. Теперь она возглавляет один из научно-исследовательских центров на базе Хьюстонского университета. Ему очень рады, что она согласилась принять участие и модерировать от круглых сторон. Эта тема крайне важная нам, кажется, потому что мы многочисленные темы здесь обсуждали и обсуждаем. И вчера, так сказать, по касательной мы к этой теме прикоснулись, то есть говоря о размерах скафандров. Но дело в том, что жесткая по конструкции кераса американского скафандра EMU диктует определенные ограничения того, какие астронавты, так сказать, влезут в этот скафандр, а какие нет. Но до того, как мы приняли ту разработку, которая сейчас у нас используется, у нас был скафандр, который подходил, в принципе, ко всем, подходил всем. То есть безразмерный скафандр. Это та технология, которая использовалась и на программе Pallon, и на станции Skylab, и никаких проблем не было. То есть, с точки зрения присадки их и использования их астронавтами, никаких проблем не было. Но потом у нас началась программа Shuttle, и вот там был введен новый конструкции скафандр с жесткой керасой. Используя скафандр, где предусматриваются три размера, маленький, средний и большой, это как бы, я уже как сказал, определенного рода значительное ограничение вводит. А теперь, когда мы стоим на пороге программ исследования дальнего космоса, нам нужно принимать внимание такие особенности, какие вот являются собой этот конкретный пример и многочисленные другие. Это что касается первой темы, которая у нас охватывается сегодняшним кругом столом, именно уникальные аспекты конструкции разработок. Ну, я думаю, что я передам сейчас без лишних дополнительных слов слово модератора, она гораздо лучше и больше вам расскажет. Спасибо большое, господин Эбби. Спасибо вам и доктору Алфреду за такую уникальную возможность обсудить эту масштабную тему. Мы уже промеж себя эту тему уже обсуждаем не первый год, как вы догадываетесь. Так тут, собственно, речь о том, что мы сейчас говорим, применимо ко всем астронавтам, потому что нас больше объединяет. И последние пять десятилетий это показывает. В прошлом году мы праздновали 50-летие полета Валентины Терешковой, так что я хотел бы задать небольшие исторические рамки и контекст. Я хотел бы, чтобы мы сегодня говорили о человеческом факторе, о человеческом факторе применительно к техническим разработкам, что у нас за спиной, что у нас впереди. И когда мы дойдем до вопросов, пожалуйста, задавайте нам вопросы. Мы, возможно, не сможем на них ответить, но по меньшей мере мы их услышав, донесем до соответствующих специалистов и представителей тех дисциплин, которые смогут грамотно ответить вам на этот вопрос. 57 женщин на настоящий момент попали в космосе из 530 в общей сложности. Британия, Корея, Франция, Канада, Китай представлены в этом ряду, Япония, два из Японии, три из Советского Союза и четвертый скоро полетит, а также 45 астронавтов Соединенных Штатов. Рабочие характеристики, безопасность – это одни из тех граней, которые представляются нам важными. Не существует такого понятия, как стандартный человек. Человек невозможно свести к какому-то процентному отражению, который дал бы нам возможность всех, как сказать, под одну косилку. Это само собой разумеется. Как говорил уже господин Эбби в своем вступительном слове, когда начиналась программа «Аполлон», было принято решение, и процессы, которые к этому привели, задокументированы. Очень много было тогда ломки копий насчет того, кого нам выбрать на экипажи, которые полетят на Луну. Естественно, первичными были летчики-испытатели, но в то же время рассматривались альпинисты, десантники, воздушные десантники. И в итоге все, конечно, ограничилось летчиками-испытателями. И я понимаю, что в Советском Союзе этот критерий был немножко пошире. То есть не только представители, так сказать, отряда летчиков-испытателей брали, но еще и воздушных десантников. Ну и различные, соответственно, наборы навыков. Но вот во время программ «Меркури», «Джемини» и потом уже «Аполлон» после отбора для астронавтов разрабатывали и изготавливали скафандры под их размер. Не только с точки зрения комфортной, но и с точки зрения безопасности. Если вы занимаетесь экстремальными видами спорта, вы понимаете, насколько важным то, чтобы оборудование и, в первую очередь, экипировка были удобными, снаряжение. А когда началась программа «Шаттл», «Шаттл» разрабатывался как корабль. Он отличался от предыдущих программ в двух смыслах. Изначально он закладывался как бы в международное составляющее, потому что канадцы принимали участие в этом проекте с самого начала. Канадцы как авторы разработки «Космического манипулятора». Мы сразу же пригласили к диалогу европейцев, дали им возможность разработать и собрать космическую лабораторию и европейцев по субпроекту SLJ. Так что вот такое международное сотрудничество, в свою очередь, привело к разработке и принятию стандартов применительно к размерам скафандров. И, опять же, эта программа первый раз в истории Америки дала возможность женщинам летать в космос. То есть функциональные возможности, габариты корабля продиктовали, соответственно, и то, каким в итоге оказался скафандр. НАСА-вский стандарт 3000. Вот это тот, так сказать, ГОСТ, которым охватываются все эти нюансы, все эти подробности. И когда я в 1980 году вошла в состав отряда астронавтов, принимались очень серьезные усилия подогнать меня под существующее оборудование. Дело в том, что тогда было 5 размеров скафандров от индивидуально разрабатываемых до стандартных коммерчески наличствующих. Кроме трех уже упомянутых, был сверхмаленький и сверхбольшой, так сказать, в общей сложности 5. А когда дошло до станции, то осталось всего два размера, средний и большой, M и L. А все остальное снаряжение не всегда, так сказать, кооперировало со стальным оборудованием снаряжения. Почему? Дело в том, что поменяли размер керасы, но шейное кольцо осталось тем, каким было. То есть 95 процентов, в которые попадали белые мужчины среднего возраста, среднего роста и всех остальных средних критериев, вот на основании этой выборки, собственно, подавляющего большинства представителей космической профессии, вот на их, так сказать, габаритах основывалась разработка диаметра этого шейного сечения керасы. Вот. И в конечном итоге мы выбирали в экипаж людей, которые подходили по размерам под скафандры. И это применялось не только к разбивке по половому признаку, но и по расовому. Я сейчас вот посмотрю на наших прекрасных участниц, и могу сразу сказать, что им далеко, до 95 процентов мужчин среднего роста, среднего возраста. Я попадаю по своим габаритам в 75 процентов относительно 100 процентов женского населения. Шияки попадает в 50 процентов, соответственно, применительно к азиатской выборке. Я в то же время попадаю в 50 процентов, если смотреть на средний рост представителей мужского пола. Так что, вы понимаете, мы только сейчас начинаем все это обсуждать, по большому счету, серьезно. Дело в том, что было время, когда составлялась, так сказать, лазерная классификация всех представителей отряда астронавтов. И, используя эту высокотехнологическую систему сканирования, лазерного сканирования и перенесения ее на компьютерную основу, появилась возможность разработки кабин летательных аппаратов. Вот в чем была цель той конкретной программы. Точность с одной стороны, но безопасность с другой. То есть, комфорт, естественно, но безопасность первична. Это касается любого экстремального вида спорта. Можно пойти в любой магазин спортивного винтворяга, примерно, вот, АИА в Америке. И можно там за считанные минуты обрести все необходимое для полной безопасности любого спорта, который покрывается данным магазином. Я хотел бы, чтобы сегодняшние участницы круглого стола поговорили о том, что в их случае работало положительно, помогало им, так сказать, соответствовать и по категории безопасности, и по категории комфорта. Но теперь, вот, каким образом нам произвести примерку, если можно так выразиться, того скафандра, условно говоря, который поможет нам полететь в будущее. Потому что мы заглядываем в будущее и понимаем, что без решения этого вопроса мы никуда не двинемся. Так вот, обращаю внимание к сегодняшнему круглому столу. У нас есть несколько официально заявленных задач. И доктор Колман, и доктор Витцен, к сожалению, не смогли сегодня поучаствовать. Они очень сильно заняты в российской программе и не могут сегодня принять участие в нашем суммите. Но теперь представлю тех, кто будет сегодня участвовать. Инесса Бенникмана-Козловская из МБП, Чиаки Мукай, и представят японскую сторону. Американскую сторону представляют Стефани Уилсон и Николь Стот. Я хочу каждую из них представить достаточно подробно, потому что я думаю, что это важно. Совершить этот небольшой исторический экскурс, потому что, поняв, откуда участницы нашего круга стола пришли, так сказать, чем будут продиктованы их комментарии. Так вот, Стефани, которая сидит ближе всего ко мне, она закончила Гарвардский университет. И получила магистратуру в Техасском университете по аэрокосмической инженерной профессии. Два года работала в промышленности в Денвере по нагрузкам. Титан-4 назывался ее проект. Потом работала в лаборатории реактивного движения в лаборатории, которая является одним из центров в составе НАСА. Потом ее выбрали в отряд в 1996 году, и три раза она летала. На 91-м СТС-шаттль, на 120-м в 1997 году и на 131-м в 2010. На ее счету 41 сутки полета в космосе. Чиаки дала мне свою биографическую справку, которая достаточно скромна по своему снижанию. Поэтому я ее расширю. До того, как ее приняли в японский отряд астронавтов, она была профессором по сердечно-сосудистой хирургии. И на ее счету многочисленные медицинские достижения. Она два раза летала. Она была первой японкой в космосе. На ее счету 566 суток в космосе. Она провела огромное количество научных экспериментов. И на настоящий момент она работает в Центре прикладной медицины в составе японского космического агентства JAXA. Она, в принципе, сегодня уже говорила перед нами и делилась с нами очень интересными, как всегда, незабываемыми комментариями. Николь Стопь закончила институт Эмбри Риддл в 1997 году по аэрокосмическому факультету. Она является дипломированным пилотом. Начала в НАСА работать в компании Прэд Витни по специфике двигательной. Занималась там опоноконструкторскими разработками. В 1998 году приехала в Центр Джонсона. И, вернее, в Центр Кеннеди. И там занимала различные должности, начиная от разработки космических объектов, заканчивая их подготовкой к запуску. Также она работала в Управлении по интеграции космического оборудования на базе Центра, который находится в Калифорнии. Жанна работала по штатовскому тренажеру. В отряд попала в 2000 году. В 2006 году она приняла участие в программе НЕМО. В составе шести человек она прожила 18 суток в качестве акванафта на батискафе НЕМО. Она два раза летала в космос. 104 суток у нее на счету. Она была членом 20-21 экспедиции МКС. Один раз выходила в космос. Она является специалистом по управлению роботехническими средствами, то есть манипуляторами. Она стыковала японский грузовик HTV. Второй ее полет на СТС-133. Это был 39-й и последний полет Шаттла Дискавери. Она принимала непосредственное участие в строительстве станции, в пристыковке и развертывании и консервации отдельных ее элементов с Инессой Бенедиктовной. Вы знакомы? Ее представлять нет никакой необходимости, но та биографическая справка, которая на меня снабдила, тоже достаточно скромная. Но я думаю, что если вы посмотрите на список опубликованных работ Инессой Бенедиктовной, то он сам за себя все скажет. Так что я хотел бы сейчас перейти к комментариям. Спасибо большое за такое лестное вступительное слово. Для меня является честью присутствовать сегодня здесь. Спасибо господину Эбби, что он внес эту тему в сегодняшнюю повестку. Это прекрасно. Я хотел бы поприветствовать своих уважаемых коллег. Я крайне рада и полещена возможностью сидеть с вами за одним столом. Когда я пришла работать в Центр Джонсона, приехав сюда из лаборатории JPL, я вместе с собой привезла не только инженерный опыт, но еще и опыт управления робототехническими средствами по программе «Галилео», обеспечения космического полета. Когда же я в 1996 году вошла в отряд, нас взяли в программу специально с учетом возможности в дальнейшем жить и работать на станции. Я принимал непосредственное участие в сборке станции. Мы разрабатывали новые процедуры и процессы осуществления научно-исследовательской работы в режиме тесного сотрудничества с нашими коллегами и партнерами. Сотрудничество на уровне ЦУПов было одним из важных вопросов. И, собственно, главный вопрос, как собрать вот эту огромную космическую конструкцию, немыслимо огромную, при участии различных международных партнеров. И я, естественно, использовала все свои имеющие на этот момент знания. Все, что я узнала в университете, все висит тот опыт, который я получил до того, как я пришла сюда, и мне пригодился. И все это помогло нам разработать программы подготовки. Мы, будучи кандидатами в отряд, получили несколько возможностей подготовки. Мы летали на самолетах Т-38. Дело в том, что те из нас, у кого нет военного прошлого, прошлого нас учили самых элементарных летных средств, учили управлять ими. То есть от неба до земли и до воды. То есть участие в программе выживания на ботискафе Немо. И все это было призвано укрепить, усилить программу, расширить наши знания. И если сравнивать с наземными исследованиями, так как мы в основном были учеными, исследователями и докторами, у нас был вот этот запал, был этот потенциал, у нас была возможность, собственно, заложить основу, которая потребовалась для того, чтобы и те, кто летал, и те из нас, кто потом полетел, одержали успех. Мы летали не только на Т-38, но и на тренажерах шаттла и пользовались всеми возможными средствами, некоторые из которых сами же и разрабатывали и вводили в строй. Но, тем не менее, всегда есть время и место для совершенства. Но из всех тех женщин, которые летали в космосе, мы считаем, что лепта, внесенная женщинами, сыграла свою критически важную роль. Надеемся и верим. И когда я в 96-м году начала работать в программе, опять же, мы столкнулись уже упомянутыми проблемами, связанными с малоразмерностью скафандров. В настоящий момент мы разрабатываем скафандр ВКД для программы Exploration. Буквально на этой неделе у нас будет проходить примерка скафандров малых размеров. Мы начинаем специально с малых и потом уже будем их масштабировать до средних и больших. И мы столкнулись с пониманием того, что если начинать с большого размера и потом его ужимать, то там гораздо более связаны руки, оказывается, чем если начинать с малого размера и потом его, так сказать, растягивать во всех габаритах. Есть еще многочисленные изменения, которые были как внесены как в гибкость и подвижность рукавов и штанин, так и некоторые технические и конструкческие изменения в шлем и так далее. то есть ограничения, которые продиктованы изначально конструкцией скафандра, мы пытаемся, сказать, упразднить с самого начала в этой новой разработке. Потому что мы считаем, что в будущем нам нужно обязательно сделать так, чтобы для всех, готовившихся к полету, на наземной стадии подготовки было не просто аналогичное оборудование в наличии для подготовки, но идентичное тому, которое потом будет использоваться субъектами полета. Спасибо. Я бы хотел поговорить тут о двух вещах. Первый, это вопрос, связанный с оборудованием. Второй, с медициной. И он связан с ограничениями, продиктованными особенностями анатомического пола. мы тут должны подчеркнуть, что во время подготовки участников полета программы шаттл, когда я летал на шаттле, когда я летал в составе экипажа шаттла, была система URC сбора урины, но там зачастую урина разбавлялась, и анатомия, в принципе, ее не отменишь, понимаете, анатомия в данном случае примитена к сбору материала изучения. с мужчинами проще. Что тут перехатаете? Омикс и протеомикс очень промоутны, это означает, что мы нужны фрукты. В настоящий день мы работаем по направлению омики и протеомики, это значит, нам очень нужны все те пробы урины, которые мы собираем, они являются для нас очень важными в этих областях исследований. Это значит, что у нас должна быть возможность сделать сбор этих проб для женщин. Если мы посмотрим о медицинских проблемах, то может быть радиация, вопрос радиации это один из тех вопросов, на которые нужно обратить особое внимание. Вчера мы об этом уже говорили. Мы должны рассмотреть воздействие радиации на возможность женщин потом заводить семью. Мы должны проверить, какие дозы влияют на детородную способность, какие дозы приводят к антерогенным заболеваниям. То есть вопрос радиации это один из тех вопросов, которые нужно рассматривать отдельно для мужчин и женщин. И еще одна проблема заключается в том, что очень сложно найти женщин, очень сложно найти проблем, которые касаются исключительно женщин. Может быть, физиологические какие-то аспекты женского организма отличаются от мужского. То есть особенно это касается, может быть, работы головного мозга, но также мышечного тонуса. Так что если мы однако развиваем или изобретаем какие-то новые технологические средства, гидравлические средства, которые позволяют выполнять целенные работы, то тогда разница между возможностями мужчин и женщин значительно сокращается. и опять же, если мы проводим тренировки здесь на Земле в условиях земного притяжения, то работа с более тяжелыми грузами, более тяжелыми компонентами, естественно, будет более сложной для женщин. Но вот в условиях невесомости ситуация немножко меняется. Однако, если мы говорим об освоении Луны или Марса, то там опять появляется сила притяжения. Это значит, что сила мышц женщины опять становится проблемой. Нам нужно разрабатывать специальные космические скафандры, которые бы не только защищали нас от воздействия космического пространства, но также и помогали бы в выполнении каких-то тяжелых физических работ даже не только женщинам, но и мужчинам тоже. То есть всем тем, кто, может быть, владеет меньшей степенью тренированности или силы мышц. Это касается вот работ на марсианской лунной поверхности. Это вот все, о чем я могу сейчас рассказать. Ну, я хотела сказать несколько комментариев общего характера. Во-первых, мне очень действительно повезло принять участие вот в данном обсуждении. Мне кажется, у нас достаточно положительные результаты нашей работы до настоящего момента, который можно обсудить. И я очень благодарна, признательна за то, что мы живем в то время, когда женщины действительно могут быть астронавтами или кем угодно. Когда я летала, то мой опыт работы с космической программой был действительно исключительно положительный. Я иногда думаю, как же я попала вот сюда. Я выросла в семье, где мы все летали. Это было как данное по умолчанию. То есть мой отец обслуживал самолеты. Он очень любил самолеты. И, соответственно, мы всегда, как дети, принимали участие в ее работе, когда он там что-то собирал или чинил дома или на работе. То есть меня всегда это тоже влекло и интересовало. И, может быть, именно он сделал вот такое наибольшее или оказал наибольшее влияние на мой выбор профессий. И, конечно же, я выросла, летая на самолетах, управляя самолетами. И я всегда знала, что, когда я вырасту, я хочу работать с летательными аппаратами. И я очень хочу знать, почему самолеты или различные летательные аппараты взлетают. Ну и, конечно, космическая индустрия оказалась для меня в этом вроде самой подходящей. И я оказалась вот в такой интересной ситуации, когда вся моя предыстория и опыт действительно способствовали развитию моей карьеры в НАСА, где я могла работать с конструкциями шаттла, где я могла приехать в центр Джонсона и работать в качестве бортинженера. На шаттле, мне кажется, я недостаточно поблагодарила доктора Абби за представление мне такой возможности, потому что для меня это было действительно таким подарком жизненным, потому что у меня была возможность изучить конструкцию и принять участие в полетах на этих кораблях, на этих конструкциях, понять, как все это работает, как все это связано. И когда я стала астронавтом, я показывала своим детям вот наши фотографии, нашим отрядом астронавтов, мы все были в таких смешных шляпах со смешными выражениями лица. Но вот удивительно то, что мы все стремились стать астронавтами, но все пришли к этому разными путями, вне зависимости от того, были ли они мужчинами или женщинами. Вот Меган, которая изучала термодинамику и вопросы, связанные с исследованием океанов и атмосферы. Были также друзья, которые занимались вопросами геофизики и аэродинамическими инженерами. И когда вас назначают в экипаж из шести человек, то хуже всего, если вас назначают в экипаж, где остальные пять человек точно такие же, как и вы. Так что, конечно, лучше, если у вас у всех есть разный опыт, разное образование, разные интересы, разные хобби. То есть, может быть, вам нравится садоводство, или вы аквалангист, или художник. То есть, все это очень важно, и все это формирует вас как человека. И мне очень повезло, потому что я столкнулась именно с теми людьми, которые помогли мне стать достаточно хорошим кандидатом в отряд космонавтов. И мне кажется, когда мы выбираем наши экипажи, то мы не должны зацикливаться на вопросе того, является ли этот человек женщиной или мужчиной. Важно смотреть на всю работу, на ту роль, которой они играли в развитии разных наших программ. Мы сейчас рассматриваем формирование экипажей для МКС, для годичных полетов. И сейчас здесь в рамках нашего медицинского симпозиума мы должны обратить внимание на все эти аспекты, включая аспект психологический. Да, мужчины и женщины друг от друга сильно отличаются. Я лично за это очень благодарна и признательна. мне кажется, что это только способствует сплочению экипажа в ходе космических полетов. И, как Боня уже говорила, у нас есть некоторые проблемы, некоторые вопросы, связанные с человеческим фактором. И нам нужно разобраться с этой проблемой с точки зрения инжиниринга. То есть нам нужно обеспечить адекватное оборудование, безопасное оборудование для всех участников космических полетов. Ну, в заключении, я хотела сказать, что я действительно очень рада, что у нас есть возможность вот так собраться вместе и поделиться нашими очень положительными впечатлениями от этой программы и поделиться также нашими надеждами на будущее. Спасибо большое. Инесса. Моя ситуация и мое положение сегодня, оно, я бы сказала, двусмысленное, потому что я, конечно, не была космонавтом, но я с большим удовольствием и с большой радостью представлю то, что я знаю о наших российских женщинах-космонавтах, потому что хотя они немногочисленны, но право заслуживает того, чтобы о них рассказывать. Мне трудно судить, почему так получилось, что страна, в которой женщины получили свободу раньше, чем где бы то ни было, где эта свобода была провозглашена и продолжала провозглашаться ежедневно, мы росли в условиях, в ситуациях, мы не знали, что такое неравенство женское. И, может быть, впервые те женщины, которые претендовали на то, чтобы стать космонавтами, столкнулись с тем, что такое неравенство существует, потому что этого неравенства не существовало ни во время войны, где женщины у нас участвовали в войне наряду, наравне, абсолютно, и, может быть, несли даже большие тяжести. Этого не было ни в период каких бы то ни было завоеваний наших в индустрии в индустрии или в сельском хозяйстве, но почему-то в профессии, я бы сказала так, в профессиях опасных, может быть, в этом сказывалось именно особенно бережное отношение наших мужчин к женщинам, но такие профессии, как армия в мирное время, как когда-то набирали, подводные лодки, авиация, там, где были экстремальные и большие риски, большие риски, мужчины предпочитали закрепить преимущество работать и служить там мужчинам и всегда, между прочим, попасть в эти виды, в эти рода служб было трудно и требовало специальных разрешений генералов, высшего начальства и так далее. И это, конечно, распространилось, я думаю, так, это распространилось и на область космонавтики. Но это не значит, что с самого начала наш главный конструктор, наш главный босс в этой области, Королёв, он об этом так не думал, и при его жизни сразу, когда создавались отряды космонавтов, то был создан женский отряд. С самого начала предполагалось, что женщины, тренируясь вместе с мужчинами, проходя тот же самый цикл, тем не менее, и курс имеют некоторые отличия и в подготовке, и должны иметь и в подготовке некоторые отличия. И поэтому это был женский отряд. И вы правильно сказали здесь о том, что широта тех, кто туда попадали. Собственно, попадание туда зависело, наверное, от двух. Вот то, что мы знаем из нашей литературы, оно зависело от двух качеств. первое – это уровня драйва, то есть желания, мотивации женщины, и второе – её некоторых качеств, здоровья, перформанс и так далее. И больше не отчего, потому что, если вы посмотрите профессии наших космонавтов, то это были и физики, и математики, и Валентина, которая была представитель индустрии, это были самые разные. Их вот мало, но они все у нас разных профессий. Их всего три. На сегодняшний день будем считать четыре, потому что вот наша четвёртая женщина должна в сентябре будет полететь, и она ещё добавила ещё одну новую модную теперь профессию, она программист. Тогда как три женщины, которые у нас были, это были представители индустрии. Первая самая наша герой, которая осваивала космос, женский космос, это была Валя Терешкова, затем была представительница вашего мира, это Светлана Советская, она была профессиональный лётчик, она была наследственной лётчик, у неё семья была высоко, я бы сказал, летательная, и она с детства, её отец с детства посвящал и, как бы говорил, приучал к полётам, а затем была Елена Кондакова, которая была просто инженером, если можно так сказать, просто. Каждый из них представлял свою профессию, и каждый вместе с тем представлял женщину в российском космосе. Мы продолжаем набирать женщин, и вот у нас женщина полетит в сентябре. Это ещё одна Елена Серова, как я сказала, она программист. Все три женщины, которые летали до этого, они были молодыми женщинами, они летали до своего замужества. Сейчас летит представительница уже более зрелая, более зрелая, человек, которая пришла в космос вместе со своим мужем. К сожалению, он не продолжает своей профессии, а она по разным качествам, но он у неё тоже талантливый и преданный, я бы сказала, чрезвычайно преданной мечте быть космонавтом человек. Но так случилось, что ему пришлось уйти из отряда, но осталась Елена, которая теперь собирается летать за двух, за себя, и за того парня, как говорят у нас в стране, то есть за своего мужа. что я могу сказать? Я бы хотела сказать, что человечество прошло несколько стадий, наверное, много, но последние, которые я знала, уже я имею в виду на уровне интеллектуальном, что женщины считались безусловно организованными и особенно в плане интеллектуальной деятельности иначе, нежели мужчины. И как-то в этом знании или в этом представлении было, что женщины как бы ниже. Затем я выросла уже в той среде, в которой прокламировалось, что мы равны. Мы равны во всём. Даже было странно, что мы рожаем, а мужчины нет. Всё, мы во всём равны. Никаких различий между женщинами и мужчинами нет. И теперь мы живём в следующий этап просто больших знаний, когда теперь, пользуясь технологическими большими технологическими успехами, мы имеем возможность изучать более глубоко, более детально строение и функции женского и мужского организма. И мы снова говорим, приходим к тому, да, два пола организованы не только по детородности, два пола были созданы Богом не только для того, чтобы один рожал, а другой не рожал. нет. Эти, может быть, основные различия, тем не менее, они принесли и глубокие различия в физиологии женского и мужского организма и в развитии ментальной деятельности тоже. Здесь нет вопроса хуже, лучше. Здесь есть вопрос особенностей. И при... Вот очень хорошо Даня сказала о том, что нас приспосабливали, нас выбирали, исходя из того, годимся или не годимся, мы под костюм или под какие-то другие... Это неправильно. Должны условия, которые создаются для космонавтов, они должны учитывать вот эти особенности и создаваться под эти особенности. Ну, самый простой, конечно, это уровень перформанс и мышечная сила. Тут нет никаких тайн и все понимают, те, кто занимается спортивной физиологией, что, скажем, для тренировок женщин мы должны... Да, можно тренировать женщину, чтобы она тащила грузовик с места, но нужно ли? Реально женщина должна в своих тренировках иметь минус 30% нагрузок по отношению к мужчинам. Это хорошо, это даже есть некая экономия и времени, и усилий, и всего прочего. Теперь средняя женщина, средних тоже женщин не бывает, но вот средняя, если мы берём популяционная, да, к работе с техникой, причём, я бы сказала, не к интеллектуальной работе с техникой, не к высокой ментальности, а вот, извините меня, к поделкам, к решению практических вопросов технических, мужчины более приспособлены, но и в этом плане может быть со временем будут думать о технических обустройствах таких, которые были доступны и тому, и другому без разбора, чтобы это не становилось каким бы то ни было препятствием, но это не может тоже каким бы то ни было влиять. Некоторые особенности физиологического организма требуют особенностей в построении кабин корабля, приватности на корабле и так далее. Несомненно. Но я бы сказала, что другие качества женщины, которые приходят и о которых говорят представители геномики, они как раз говорят за то, что женщины обязательно должны быть включены в состав команд, в состав экипажей, особенно, если это длительные экспедиции. потому что посмотрите на земле, чисто мужские или чисто женские, вот так представьте себе колонии, которые живут чисто мужские или чисто женские, это ведь в общем ущербные колонии, потому что то разнообразие мира, которое было создано Богом или природой, в зависимости от того, во что вы верите, оно именно накладывает то разнообразие и жизни коллектива, потому что в женском коллективе и в женском темпераменте заложены другие данные, чем у мужчин, но начну с переносимости хотя бы, переносимости острых нагрузок. Сегодня уже известно, что женская особь, которая создана была для того, чтобы выращивать и сохранять наследственные признаки, она исходно имеет гораздо более широкий ассортимент условий, в которых оно может существовать. Например, при изменении температуры, при изменении нагрузок, при изменении гравитации, наверное, тоже, хотя вот этого никто не проверял, но при других многих условиях оказывалось, что женщина в своём, опять же, средняя женщина в среднем, она может существовать и приспособиться к гораздо более широких пределах от до, от температур, низких, высоких и так далее. А мужчины нет. Мужчины, которые созданы природой для того, чтобы переносить новые качества, новые, соответствующие новым условиям качества в своё потомство, у них узкий, гораздо более узкий предел приспособляемости. Кто-то из них хорошо переносит холод, другие высокую температуру, одни низкие нагрузки, другие высокие и так далее. Но и по темпераменту вот это это ведь распространяется и на темперамент. И я должна сказать, что наш опыт наших полётов, где были женщины, он это действительно показал. Ну, например, посмотрите, вот летала у нас Шеннон Люсит. У нас летало семь в проекте Мир НАСА летало семь американских космонавтов. И одна из них была женщина Шеннон. Я хочу сказать, что мне не моё дело, и было бы неправильно, и это не моё дело определять лучший, худший космонавт. Я хочу сказать, самым беспроблемным космонавтом была Шеннон. я имею в виду самым адаптивным к тем условиям. У неё не было, я бы сказала так, исходно, мы, наоборот, сомневались, очень высокая, очень большая, бабушка по своему положению уже, у неё, уже, когда она пришла, внуки были, как она говорила сама, мне и другим, она говорила, ну, что вы требуете, чтобы я на борту бегала на тренировках, когда я в жизни вообще не хожу? Я либо сижу, она пилот, либо я сижу за штурвалом, либо я сижу за рулём своей машины, либо, если мне надо, если мне надо поехать за хлебом, то я еду на велосипеде. Я вообще не хожу, а я там должна буду бегать, причём бегать с высокими нагрузками, с высокой скоростью и так далее. Но, узнав, что иного пути нет, в течение года подготовки, немножко больше года их готовили к полётам, в течение года подготовки, тогда, когда все шли на ланч, Шеннон не шла на ланч, она шла на наши пенаты, в наши пенаты, она погружалась, где у нас там трава, в центре подготовки, и ходила по этой траве босиком и так далее, разрабатывая свои подошвы, делая их возможным для неё затем перейти на трэдмил, и самое интересное, как было на трэдмиле, на трэдмиле в полёте, у неё были два замечательных спутника, которых она нежно называла, Майту Юрис, они были противовес ей, невысокого роста, очень такие субтильные, два мужчины, которые проявляли свои лучшие качества в присутствии этой одной женщины. У нас было два трэдмила, один более нагрузочный, другой менее. Шеннон занималась каждый день на более нагрузочном трэдмиле, чтобы разрабатывать, не терять свои качества и так далее. Для неё ей не создавали каких-то особых условий, но её пребывание на борту в этом смешанном коллективе, где мужчины заботились о женщине как мужчины, а женщина заботилась о мужчинах как мать. Это было совершенно замечательно. И даже по оценкам таким неформальным, когда она вернулась, она, во-первых, женщина в таком возрасте, мы понимаем, что у неё есть угроза потери кости. Она ничего не потеряла. И Нихагосян допрашивал нас, какие лекарства мы ей давали, почему она не потеряла кость в полёте, тогда как все мужчины теряют. Она должна была потери. Она так занималась, и наши ребята говорили, что нет, мы заняты сейчас Шеннон, это когда мы им говорили, что они плохо работают по профилактике, они мне отвечали, мы заняты Шеннон, мы тренируем её. То есть, понимаете, это правда, это не анекдот, это быль. это наличие женщины, оно делает, ну, во-первых, оно, конечно, привносит определённые лимиты к ругани, к грубому языку, к грубому общению, что мешает при длинном, длинной экспозиции и так далее. Но при этом они всё делали то же самое, что делали, но она выполняла, или они выполняли. Смотрите, Савицкая была первая женщина, или нет, не так я хочу сказать, первый объект, первый субъект на станции, которая выполнила выход EVA, Extra Vehicular Activity, в первую же неделю пребывания на станции. До этого этого не было. Считалось, что при переходе к невесомости мы обязаны дать людям время адаптироваться. И поэтому мы, как правило, EVA, даже если это необходимо в ранние сроки, назначаем где-то ближе к концу месяца. А здесь это была первая неделя, и это не остановило её. Она прекрасно провела этот выход. Я, правда, не знаю, сейчас просто не могу вспомнить. Делали для неё специальный скамфандр, наверное, делали. Но, тем не менее, этот выход прошёл успешно. Валентина была женщина, но она отлетала же не хуже, чем другие, кто были первыми. И я думаю, я просто надеюсь, что в нашем будущем, по мере того, как накопились уже знания, которые позволяют избежать лишних страхов и так далее, что мы будем стараться и здесь. Когда мне сказали, что я должна выступить на женской сессии, по правде говоря, мне не хотелось. Я сказала, это та область или тот раздел космонавтики, в котором мы не впереди, а отстали. А мы, в общем, все наследники Королёва. А Королёв хотел, чтобы даже в космосе наша женщина была первой. Но, тем не менее, я думаю, что мы постепенно восстановим равновесие. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я теперь предоставлю вам возможность задать вопросы. Я знаю, что мы обсудили пять ключевых аспектов. мы начали разговор о различных доработках конструкции для того, чтобы обеспечить полет женщин в космос. Мы также обсуждали другие вопросы, включая медицинские ограничения, физиологическая адаптация, различия анатомического характера, семейное планирование, что, в принципе, изучается как для женщин, так и для мужчин. Итак, пожалуйста, вопросы из аудитории. Спасибо большое за такую интересную дискуссию. Мы много говорили о вопросах разработки и адаптации скафандра о технических инженерных аспектах, с которыми мы имеем дело. Это все решаемо. Я считаю, это требует дополнительного финансирования, время, физиологи принимают участие в этом. Различия по физиологии известны нам достаточно хорошо. Многие из нас, которые здесь сейчас присутствуют в прошлом году, участвовали в посвященном этому совещании. Я думаю, что скоро это совещание будет повторено. Рабочие группы создавали семинары на эту тему тоже. Я читала интересные работы на эту тему по вопросам косно-мышечной системы, вопросов статической устойчивости, ортостатической и прочее. Для тех, кто летал в космос женщин, что Вы считаете физиологически, какие различия являются наиболее важными в этом вопросе. Чахи говорят, что некоторые мышцы у нас работают не совсем так, как у мужчин. Если роботы, может быть, будут работать совместно с экипажем из астронавтов-косманов, какие физиологические различия Вы считаете требуют особого внимания? Николь, давайте, Вы в ВК тоже сделали Николь, расскажите нам, что Вы считаете. Имеется определенный протокол подготовки к проведению выхода в окрытый космос. Вот, были там какие-то различия? Я не буду сейчас подробности освещать, но мне немножко трудно там было вообще готовиться, потому что мой опыт на борту был, несмотря на то, что физиологические различия существуют, задачи сами одинаково сложные для мужчин и для женщин. Может быть, они немножко другого плана, но все равно сложности как бы объем одинаков у тех и у других. Поэтому мне трудно сказать, что вот вот этот вопрос как раз физиологический, который для нас является более серьезной проблемой, чем у мужчин, может быть, это не совсем так. Я надеюсь, я вот слышала в статусе вчера об этом по вопросу радиации, что радиация может иметь различные результаты для мужчин и женщин и для разных мужчин и женщин тоже. Я боюсь, что я ничего конкретного вам сказать не смогу. Три месяца я была там в невесомости, работала, я что-то такое заметила, что вот это для меня лучше, чем для него. Нет, я не могу такого что-то выделить, понимаете конкретно. Вот Майк Берритт там находится, мы на станции с ним там вместе были. Может быть, он что-то такое заметил, потому что я ничего не могу такого конкретно обозначить. Очень трудно с моей точки зрения. Вот Банни говорит по подготовке, например, по подготовке к ВКД. Я думаю, вот легкость работы с оборудованием, конечно, в бассейне, там, где мы проводим тренировку, в скафандрах, конечно, там сложные условия для любого человека. К счастью, на борту это все гораздо легче происходит. Там не нужно бороться с сопротивлением воды. Тебя никуда никуда не тянет, гравитация тебе не мешает. в бассейне не совсем адекватное представление создается о том, как это будет в космосе. Трудно, например, остановиться с центром тяжести, определиться, может быть. Но подготовка все равно это хорошее и помогает сконцентрироваться на тех вопросах, которые нужно, сконцентрироваться для того, чтобы правильно позиционировать свое тело. Наверное, я не ответила на ваш вопрос вообще. Я просто надеюсь, что сейчас у нас есть возможность посмотреть на то, как мы все работаем, независимо от того, какого мы пола. С точки зрения радиации, вопросов деторождения органов половых для женщин может быть, это более важный вопрос, чем для мужчин, но я не знаю, но какой-то баланс мы уже имеем, и я надеюсь, что мы коллективно могли бы посмотреть на человечество вообще. Я была с другой стороны. Я занималась вопросом остеопороза. имеется тенденция, что данные, которые мы собираем, мы может быть, как-то замечаем их в способности к выполнению работы на борту, но, кстати, к сожалению, мы не можем какой-то конкретной параллели здесь провести. Физиологическое реагирование на различные условия адекватное в любом случае, и я даже не знаю, что я еще могла бы добавить. Чайки, вы тоже какие-то исследовательские работы проводили здесь, да? Вы заметили какие-нибудь конкретные физиологические особенности, на которые следует обратить внимание? Вы знаете, я исследования в этой области не проводила, но, конечно, вы уже говорили, что существует разница пола, биологический, мужчины и женщины отличаются и гормоны, анатомия и все остальное, но это не значит, что профессионально мы отличаемся друг от друга. Нам нужно думать о том, что мужчины и женщины имеют несколько различных возможностей достигнуть определенных целей в своей профессии. Наверное, это странно звучит, Потому что профессионально все одинаково. Но вот для того, чтобы достичь определенных поставленных целей профессионально, разные у нас биологические системы и, может быть, какие-то профилактические средства можно было бы разработать специально и какую-то конкретную систему подготовки на земле, потому что нам приходится работать с тяжелыми предметами, с большой массой, которая могла бы нас справиться с такими задачами. Может быть, несколько другой подход, просто такой, с точки зрения сокращения риска подготовки профилактических средств. Рассматривать это вот таким образом. Давайте посмотрим на то хорошее, что физиология мужчин и женщин нам предлагает для нашей профессии, для того, чтобы наша система вообще стала лучше. Понимаете? Вот так я думаю. Я полностью согласен с вами. Мы отличаемся друг с другом. Но, если мы понимаем как мы друг от друга отличаемся, мы сможем друг друга восполнить совместно, усовершенствовать систему вообще. Замечательный комментарий был Николь, которая предложила нам прорагировать. Здесь можно по-разному. Вот мы в прошлом году как раз устраивали такой семинар, где рассматривали различные сценарии. и рассматривали данные и пришли к выводу, что различия по полу не такие значительные, как различия просто от человека к человеку на индивидуальном уровне. Возможности сюда входят и физиологические тоже. Например, способности физично-сосудистой деятельности, мускульно-скелетная аппаратура. Но вот по вопросу радиации также у нас здесь многое неизвестно, каким образом разделить здесь можно будет реагирование организма, мужчин и женщин. я хотела бы добавить один кусочек здесь только. Я просто хочу сказать, что физиологические особенности или физиологические характеристики, для того, чтобы о них заключать, нужна всё-таки статистика, нужна достаточная выборка. И эту выборку в полётах получить невозможно, потому что одна женщина-космонавт экстра-класс, это замечательно, но она не может сказать, как будут другие женщины, которые не экстра-класс, а которые эверидж, средний и так далее. Но мы этот вопрос изучали с самого начала, вот в этом плане. Этот вопрос изучался у нас в стране в наших наземных экспериментах в аналогах. Но сегодня об этом говорить не буду, поэтому очень коротко я скажу, что бедресты, вот те самые бедресты, длительные, которые и не длительные, короткие, в общем, разные длительности, которые у нас в стране проводились с самого начала космических исследований. Они проводились иногда специально на различных, то есть на мужчинах мы проводим всегда, а на женских группах проводились специально с постановкой вопроса выявления особенностей реакции женского организма на вот эти условия, которые имитируют условия космических полётов. Я должна сказать, что я сама участвовала, мои ребята участвовали, моя лаборатория участвовала в эксперименте четырёхмесячном женском. Прекрасный был эксперимент с большим количеством женщин. У нас обычные группы, это 6-8 человек. Это было 6, вот этот четырёхмесячный, в котором мы участвовали. Что мы нашли? Мы не нашли различных трендов, направлений нет. У женщин всё протекало так же, как у мужчин. Я имею в виду те же абсолютные изменения во всех функциях, которые исследовались. А вы знаете, что бедраэстин, для того они существуют, чтобы исследовать всё, что только можно. Физиологию, биохимию и прочее, всё, что только можно. Мы никаких особых в этом плане отличий не нашли. Тренды были все те же самые. Но некоторые особенности протекания... Я не участвовала в большом количестве, но я читала литературу по всем женским эмирам, бедрестам. И должна сказать, что исследователи не нашли каких-то критических, не выделили каких-то критических черт, которые бы сказали, вот здесь, вот в этом, скажем, будет заключаться в будущем, надо принимать во внимание. Этого не было найдено. Так сказать, скорость развития изменений, скорость восстановления изменений после завершения эксперимента вот этого бедрестного или какого-нибудь другого, она была приблизительно та же. И в частности мы смотрели, конечно, больше всего внимание было обращено на кость, потому что предполагалось, что у женщин, у нас не были девушки в эксперименте, молодые, у нас были уже женщины среднего возраста, и мы искали там особенности. Но, по правде говоря, мы и там не нашли. Вот это я могу сказать. А это уже данные статистические, это не данные отдельных индивидуумов. Спасибо большое. У меня тоже была возможность быть в комиссии IOM, которая стандарты по здоровью на долгосрочный полет недавно опубликовала Джефф Канн, там был председателем из Джона Хопкинска университета. И вот один из случаев, в котором мы рассмотрели вопросы ограничения по радиации. Я хотела поделиться некоторыми вопросами. Мы там широкие данные предоставляли. Там определенные проценты, с которыми мы сейчас работаем, мы думали, следует ли их изменить. На 95% мы хотели бы быть уверенными в том, что наши стандарты по ограничению пороговым значениям облучения приемлемы. если бы мы решили, например, 70% это было бы, тогда мы уже открыли бы окно к более широким возможностям проведения экспериментов. Когда мы посмотрели на различия между мужчинами и женщинами статистическими данными, которые существуют, у нас возникли некоторые вопросы. мы решили определиться тогда, какие риски приемлемы для какого пола. И не только это вопрос по возможности возникновения онкологических заболеваний, это любое другое. Мы хотели прозрачно посмотреть на все аспекты возможности влияния радиации на объекты. Я хотела кое-что сказать на эту тему. В этом интере сейчас много печатается. Нам нужно будет риски каждые определять конкретно для определенного человека. Например, если у какого-то человека уже есть история заболевания онкологическими болезнями в семье, то у них уже будет другая категория рискчивости, у кого-то такого нет. Поэтому не следует какие-то жесткие четкие стандарты устанавливать. Здесь состоит вопрос отбора уже более остро. Нужно также определиться, что рассматривать астронастов не просто как рабочих операторов, а как исследователей. То есть они также ментально психологически готовы к тому, что они должны будут исследовать то, что происходит и с ними, также не только то, что вокруг них. В апреле месяце отчет будет выпущен, опубликован. По вопросу радиации, если мы думаем, что вопрос облучения, мы должны думать о трех вопросах. Нам нужно определять уровни правильно определять разницы по категориям защиты и правильность набора данных. Поэтому мы должны определиться в инженерном сообществе, каковы наилучшие способы защиты от облучения. Неважно, это будут мужчины или женщины, наверное, главное, чтобы это были эффективные методы. У разных людей разная будет чувствительность и восприимчивость радиации, и если у нас не будет хорошей защиты, то смысл теряется здесь. Да, здесь много вопросов возникает с сбору данных, инженерные решения, создание новых структур, это все хорошие рекомендации, которые были освещены. Еще один вопрос. Мы думали о разработках, о характеристиках, возможностях, и вот мы говорили о различии физиологической, но мы все говорили о физиологии тела. Мы не думали о том, что реагирование мозга может быть разное, у мужчин и женщин может быть реагирование на стрессовые ситуации, тенденция к совместной работе, не к соревнованию, может быть, поведенческого характера различия могут иметь место. Мы все время говорим о физиологии, о биологии, и это понятно, и это то, что можно преодолеть. Это все может быть возмещено какими-то дополнительными техническими средствами. Стефани, может, вы что-то скажете? Хороший, кстати, вопрос. Я думаю, что мы должны как раз об этом поговорить уже. недавно и недавно 8 новых астронавтов присоединились к отряду в НАСА астронавтов, и новые критерии уже здесь использовались, чем это было сделано раньше на краткосрочные полеты на шаттле. тенденция к работе в команде, реагирование на стрессовые ситуации, это все имеет место. Когда мы говорим о долгосрочных полетах на 6 месяцев и более, возможно, подобные же характеристики имеют место, но они как-то другая вариант здесь уже должна быть рассматриваться. какие-то другие характеристики становятся важны, может быть, творческий подход, вот именно понимание к состоянию партнера, вот такие вот вещи. То есть эти критерии уже использовались, и мы пытаемся их применить для отбора астронавтов на долгосрочные полеты. Да, я знаю, что НАСА старается работать с внешними группами для того, чтобы информированно принимать подобные решения. Я вот уже на пенсии астронавт. Астронавты, которые выбирают, их не сразу запускают в космос, они несколько лет проходят подготовку. Сейчас обычно это три или четыре года, и это не свежие из колледжа студенты. Мне уже было 33, например, когда меня приняли в отряд астронавтов. То есть уже имеется у них какая-то история жизни, история достижений, которые также являются критерием их отбора. Таким образом, это уже люди, которые, наверное, бывали в стрессовых ситуациях. Раньше, наверное, это более понятно, при отборе астронавтов из военных летчиков, чем из гражданских. Но в любом случае, во время подготовки и специалисты по медицине, и ваши инструктора постоянное наблюдение ведут над отобранными кандидатами. И в любом случае, даже та подготовка, которую вы проходите, не является гарантом того, что вы станете реальным астронавтом и полетите в космос. Я заметила все это, когда мы имели короткие только полеты на шаттле. По моему опыту, мы рассматривали все эти характеристики, и вот я вижу, что на самом деле критерии отбора сейчас расширились и стали более интересными и более адаптируемыми. Все это очень интересно. с нами. Эсперименты проводились между крысами относительно того, чтобы определить гормональный состав у разных полов животных, млекопитающих, о геноме, который имеет отношение к любви. Использовали специально для этого помещение, где находилось 10 крыс, которые специально для этого были отобраны, и они в гармонии между собой могли существовать. Но вот если 20, например, туда бы еще женские особи крыс туда посадили, то получается, что женские особи гораздо лучше себя и спокойнее ведут. но если они так себя будут постоянно вести, то они потом вымрут. Поэтому необходимо какой-то баланс находить между сильными и слабыми, между психологией крыс-завоевателей и психологией крыс-пасифистов. пасифистов нам необходимо получается, наверное, как-то больше женщин туда добавлять, для того, чтобы обеспечить большую гармонию. И вообще эти вопросы нужно еще изучать. Это все, что я хотела сказать. Вы знаете, я писала об этом статью. Исследование было очень интересно сделано в этом плане по различию психологии мужчин и женщин. Различие на самом деле существует и требует дополнительного исследования. Я надеюсь, что не нужно нам будет отдельную панель по рассмотрению половых различий устраивать. Я думаю, что мы можем совместные панели устраивать по обсуждению подобных вопросов для обеспечения гармонического сосуществования в космосе. развернувшаяся дискуссия и ваш вопрос очень справедливый. Она просто заставила меня продумать. Я сидела и думала о том, как много вопросов на самом деле еще мы имеем. Как часто мы забываем, что мы знаем малость, а не знаем вот столько. и это касается не только женщины и мужчины, а это нас жизнь учит. Вот я хочу сказать один пример. У нас летал один космонавт, блестящий космонавт. Летал в длинный полет. Был в длинном полете. И все было отлично. И готовился. И сам он, в общем, вот это была его жизнь полететь, и он полетел. И в этом длинном полете что-то произошло. Я не хочу на этом говорить, но что-то произошло в ходе этого полета неблагоприятное для него, и где-то это было в середине уже его длинного полета. И реакция на то, что произошло, не критичная, не то, что не смертельная, но неприятная, была такова, что мы вынуждены были человека посадить. Мы прервали полет. Потому что физиологически, а не физиологически, а по здоровью, он просто сорвался. Он не мог больше заниматься, а без занятий человек не может летать. И мы вынуждены были его посадить. И когда мы анализировали, вы понимаете сами, что там были привлечены все возможные силы, и проанализировано было всё, потому что сам человек вообще чрезвычайно пострадал. И когда он был потом на земле, вот я к этому оказывалась в какой-то мере причастна, потому что я ставил вопрос о том, что он должен быть приземлён, потому что он не может продолжать заниматься нагрузкой. Он не может применять нагрузки. И мы для него были просто врагами, которые испортили ему жизнь. И кроме того, мы нанесли ущерб стране, потому что прерывание полёта и посылка другого человека – это большая, я бы сказала, потеря экономии, экономии, экономичности. То есть потери были большие. Но что оказалось? Это не догадки, а это то, к чему мы пришли. Все специалисты рассматривали всё, что произошло, и все части, я бы сказала, все стороны его реакции на этот полёт. Мы забыли об одном качестве человека, который очень хорошо знают спортсмены. Вы знаете, что в спорте отбор идёт более жёсткий, потому что большой чемпион – это большие деньги. И поэтому отбор ребят на те или другие виды спорта, отбор входит в команду и так далее. Это очень специальная вещь. И там хорошо знали физиологи, что существуют стайры и существуют спринтеры. И все их системы регуляции настроены совершенно различно. спринтер даёт сильнейшую реакцию сходу, но зато эти реакции длинными быть не могут. Стайр на все ситуации – это не женщины, это не мужчины, и те, и другие, но стайр развивает реакции медленно, постепенно и держит достигнутый уровень столько, сколько необходимо. Вот наши стайры, которые бегают на длинные дистанции, все физиологические системы организованы так, все системы контроля и управления, спринтеры, которые дают нам чудеса в скорости, с точностью наоборот. Этот наш космонавт был спринтер. Ему бы летать вашим шотлом. Он, наверное, сделал бы сто полётов и был бы лучшим у вас астронавтом. А мы его послали первый раз, не зная, не имея опыта о предыдущем. Мы его послали там, где должны были проявиться черты стаера. И там он оказался не соответствовать условиям. К чему я это говорю? К тому, что очень трудно выявить, будет нам, если мы зададимся даже этим, различия мужчин и женщин, потому что различия внутри тех же групп, женщин и мужчин, они оказываются большими, чем различия между полами. Более того, я посмотрела после этого, я целый год занималась тем, что читала всю эту литературу про спринтеров, про стаеров, про их реакции и так далее. И я поняла, что не только мы, потому что я смотрела американскую литературу и так далее, и мы все, те, которые занимаемся космическими полетами, до настоящего времени, вот это реакции наших космонавтов и астронавтов, принадлежащих различным спортивным группам, как я бы так в кавычках поставила, мы не изучаем и не знаем. Я думаю, что я подведу итог. Во-первых, мне очень приятно, что у нас получилась такая плодотворная беседа, и я благодарна всем участникам, и я хотела бы чтобы работа продолжалась, нужно продолжать работу, нужно собрать всех специалистов, которые этим занимаются, всем необходимым, чтобы это движение было поступательным и постоянным. Всем большое спасибо. Спасибо. Продолжение следует...